Приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие братья и сёстры! Сегодняшнее воскресенье называется мясопустным, так как в течение недели, следующей за ним, церковью предписывается частичный пост, воздержание от мясной пищи, так называемая Масленица. Церковь начинает теперь завершать подготовку к тому подвигу, которого она ожидает от нас через семь дней. Она постепенно вводит нас в начало этого подвига, зная нашу неустойчивость, предвидя нашу духовную слабость. И вчера мы с вами творили молитвенную память о всех от века представившихся – отцах, братьях и сёстрах наших. А сегодня сами переносимся мыслью в будущее и ставим себя вместе с ними перед престолом Бога. Бога, имеющего решить вечную участь каждого из нас. В этот воскресный день в книге, которая становится настольной в дни Великого Поста и называется «Триудь», Так вот, в постной триоде нам предлагается сегодня третий назидательный урок. Урок, в котором представлена картина последнего суда Божьего над миром, как изобразил её Господь в своей речи в сегодняшнем евангельском чтении воскресного дня. Это Евангелие от Матфея, 25 глава, с 35 по 46 стихи. Первый, приготовительный к Великому Посту урок, раскрывая притчу о мытаре и фарисее, поучал нас о молитве. «Молитва, размышляли мы, не есть что-то отдельное от прочих подвигов благочестия, но присуще всем им. Сущность её, то есть сущность молитвы, благоговейный трепет». Мы часто говорим страх, благоговейный страх, предстояние перед Богом, без которого не может совершаться никакой подвиг благочестия. А второй урок – это притча о блудном сыне, где изображается и раскрывается перед нами покаяние грешника. В покаянии, рассуждали мы, спасительно постоянство сокрушения в грехах своих, неизменное осознание своей виновности, потому что, где прекращается сокрушение о грехах и ослабевает сознание виновности, там не бывает уже плодов покаяния. А суд Божий, как изображает нынешний третий урок, непременно требует и плодов, то есть дел, дел, свидетельствующих о нашей ревности по благочестию. «Идите от меня, проклятые, скажет Господь стоящим по левую сторону его, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Отвечая на эти грозные слова, осуждаемые скажут, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе, мы не видели, как бы так скажут они, мы не догадывались, мы не думали, что Ты среди нас пребываешь, но это оправдание не поможет им, потому что то, что они, живя в довольстве и благополучии, не думали о подателе этих благ, Боге, и не ревновали о служении и о благоугождении Ему, свидетельствуют о их нечестии и беззаконии». «Многие скажут мне, говорит Господь в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Смысл этих слов таков, видимая принадлежность к Церкви Христовой, наружное соблюдение Ее установлений и даже служение Ей с принятием некоторых благодатных дарований еще не свидетельствуют, что такой человек истинно благочестив. «По плодам их узнаете их, говорит Господь о льстецах, которые приходят в овечьей одежде, а внутри суть – волки хищные». То есть, в ком нет истинного благочестия, тот не замечает, проходит мимо, когда промысл Божий показывает на дела, которыми он мог бы засвидетельствовать свою ревность по благоугождению Богу, если бы имел ее. Вот перед лицом Божьим человек и судится не по внешности дел его, а по тому расположению, с каким творит их. Ведь, по примеру других, по принятому обычаю, мы способны, бываем, принимать на себя и нелегкие подвиги, но собственные добрые сокровища сердца имеют только истинно благочестивые люди. В Евангелии есть еще слова, изображающие последний суд Господень, это Евангелие от Луки 13 глава с 26 по 28 стихи. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в дверь и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станете говорить, «Мы еле и пили перед тобою, и на улицах наших учил ты!» Но он скажет, «Говорю вам, не знаю вас, откуда вы!» Отойдите от меня все делатели неправды. «Если нас с вами, дорогие мои, сколько-нибудь трогают подобные мысли и выражения, подобные рассуждения, если нам, как христианам, дорога честь Святой Церкви и собственное спасение наших душ, если страшный суд Божий, ныне представляемый мной перед вашим мысленным взором, не есть для всех нас, как вещь чуждая и всех нас не касающиеся, подумаем об этом». Ведь еще святитель Тихон Задонский говорил, «Кто проводит масленицу в бесчинствах, тот становится явным ослушником Церкви и показывает себя недостойным самого имени христианина». Вот поэтому, может быть, дадим себе обещание, дадим его теперь же, провести наступающую неделю эту блинную, как говорят в народе, седмицу, без тех безрассудств и невоздержаний, с которыми она обычно соединяется у нас. А наоборот, пообещаем перед Богом провести ее как уже начало и преддверие святого поста, а не как верх угождение плоти и страстям нашим. С наступающей масленицей! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok